Беседа 23, 216, Диане 10, 23. За Пётр, пригласив их, угостил, а на другой день встав, пошёл с ними. Угостив мужей, посланных Корнилием, отправляется Пётр вместе с ними. И хорошо, сначала он с любовью принимает их, как утомившихся от пути, и располагает к себе, а потом уже отправляется с ними. Не один он, но другие идут с ним, и это с той предусмотрительностью, чтобы впоследствии были свидетели, когда Петру нужно будет оправдываться. Корнилий же ожидал их, таково свойство друга, таково свойство благочестивого человека, чтобы прежде всего делать участниками таких благ, близких друзей. Естественно, он созывает тех, кому всегда доверял, особенно рассуждая о таких предметах, о которых ещё излишне было говорить с другими. Мне кажется, что и друзья, и родственники им же были назидаемы. Когда Пётр входил, Корнилий встретил его, поклонился, падший к ногам его. Пётр же поднял его, говоря, «Встань, я тоже человек». Дело это Корнилий проявляет своё смирение, научает прочих благодарить Бога и показывает, что хотя он и получил повеление, однако и сам в себе имел великое благочестие. Что же, Пётр? «Встань, я тоже человек». Видишь ли, как он прежде всего научает их не думать слишком много о самих себе? И, беседуя с ним, вошёл в дом и нашёл многих собравшихся. И сказал им, «Вы знаете, что иудеи возбранёно сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Смотри, тот же начинает беседовать о человеколюбии Божием и показывает, что он даровал им великое благо. Но здесь застойно удивление не только то, что он беседует о таких предметах, но и то, как он говорит о предметах высоких и вместе соблюдает смирение. Не сказал, «Мы, люди, не удостаивающие никого своего общения, пришли к вам, но что? Вы знаете, Бог, говорит, запретил нам ходить в общение или обращаться с иноплеменником». О том, чтобы не показать пристрастие к нему, продолжает, «Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Присовокупляет это, чтобы не подумали, что он льстит ему. «Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно». Итак, спрашиваю, «Для какого дела вы призвали меня, чтобы не подумали, что хотя дело было и противозаконное, но он послушался, потому что Корнили был начальник, а чтобы все приписывали Богу? Для этого говорит, что не позволено ему не только прилеплять, но даже и приходить. «Поэтому и спрашиваю, для какого дела вы призвали меня». Спрашивает не потому, чтобы не знал. «Петр знал все из видения, слышал от воина, но он хочет, чтобы сначала они сами исповедали и предрасположили себя к вере. Что же Корнили? Он не сказал, разве воины не сказали тебе? Но смотри, как кротко и смиренно говорит. «Четвертого дня я пастился до теперешнего часа, и в девятом часу молился в своем доме. И вот встал предо мной муж в светлой одежде. И говорит, Корнилий, услышана молитва твоя и милостяне твои, воспоминулись пред Богом». В девятый час молился. Что это значит? «Мне кажется, что у него назначены были часы для благочестивых занятий, и притом в известные дни. Поэтому он сказал от четвертого дня». Смотри, как важна молитва. Когда он предался благочестивому занятию, тогда является ему ангел. Это был первый день, когда постные отправились еще один, когда возвращались еще один. А на четвертый тетр прибыл, так что это был второй день, в который Корнилий предавался молитве. «И вот предстал мне муж». Говорит, Корнилий, услышана молитва твоя и милостяне твои, воспоминулись перед Богом. «Итак, пошли людей в Иопию, призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе, тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Для того Петр и сказал, «Ничего, вы позвали меня, чтобы Корнилий высказал все эти слова». Петр отверзл уста и сказал, «Истинно познаюсь, что Бог нелицеприятен. Но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему, то есть будет ли Он необрезанный или обрезанный, тоже выражает и Павел, когда говорит, Бог не смотрит на лицо человека». «Ныне, вот все мы, — говорит, — предстали пред Богом». Смотри, какая вера, какое благочестие. Он уразумел, что Петр вещал нечеловеческое учение, когда сказал, что Бог мне показал. Потому и говорит, «Предстали, чтобы выслушать все, что скажет Бог, что повелено тебе от Бога». Как? Неужели, приятель Ему и приближающий к персам, если он достоин, то будет принят так, что сподобится вере, так же приятен. Потому он не презрел и Евнуха из Эфиопии. Но что скажет думать о людях, богобоязненных, имеющих тем, оставленных в презрении? Нет. Ни один богобоязненный не оставляется в презрении. Не может, никогда не может быть презрен кто-либо из таких людей. Во всяком народе, — говорит, — боящийся Бога и делающий правду. Правду называет всякую добродетель. Видишь ли, как он внушает смирение словами, «Во всяком народе, боящийся Бога, приятен Ему». Как бы так, — говорит. «Он никого не отвергает, принимает всех верующих. Потом, чтобы они не пошли себя в числе отверженных, продолжает. «Он послал сынам, Израилю, в слово благовествуя мир через Иисуса Христа, «Всей есть Господь всех!» Говорит, это для присутствующих, чтобы убедить их. Для того он расположил и Корнилия, предложил рассказ. Слово послал к сынам Израилю. Смотри. Сначала им отдает преимущество, а потом и тем. Тех приводит в свидетели и говорит. Вы знаете, происходившее по всей Иудее, начиная от Галилея, после крещения проповеданного Иоанном, что это так подтверждает следующими словами. «Как Бог Духом Святым и Силой помазал Иисуса Занзарета, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Не сказал, что вы знаете Иисуса, так как они еще не знали, но излагает деяния Его, указывая здесь на многие недуги и страдания телесные, причиняемые дьяволом, как Бог был с ним. Снова выражается смиренно, не просто, я думаю, но применительно к понятиям человеческим. «И мы свидетели всего, что сделал Он в стране иудейской и в Иерусалиме, и что наконец Его убили, повесивши на древе». Здесь говорит о страданиях Христовых. «Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться, не всему народу, но свидетелем, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресенье Его из мертвых». Это величайшее свидетельство воскресенья. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. И это много способствует к тому, чтобы они явились достоверными свидетелями. Но Он приводит и другое свидетельство, следующее. «О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». Это предсказание будущих последующих событий. Для подтверждения его благовременно приводят свидетели пророков. Но обратимся к вышесказанному о Корнилии. «Послал, — говорит, — в Юопию призвать Петра. Веровал, что непременно придет, потому и послал. И вошел с ним, беседуя». «О чем беседуя?» «Беседуя, думая о том, что сказано выше». «И пал к ногам Его поклониться. Смотри, как в слово Его всегда чуждо лезть и исполнено смирение. Через это же показал себя достойным и тот Евнух. Он пригласил Филиппов зайти в естественную колесницу, хотя и не знал, кто он таков. Разве только после изъяснения пророчества. А этот даже пал к ногам. Видел ли ты, как он был чужд гордости? Посмотри же, как Петр показывает божественность своего пришествия, когда говорит, «Вы знаете, что нам возбранено». Почему он не сказал тотчаса плащаницы? Потому что был весьма не тщеславен. О том, что был послан от Бога, он говорит, но как, пока еще нет. А когда открылась нужда, тогда и сказал. Так он был далек от тщеславия. «Вы знаете», говоря, это ссылается на их знания. Что же Корнилий? Вот мы пристали перед Богом. Не сказал перед человеком, но пред Богом показывает, что так должно внимать рабам Божьим. «Видели ли вы высокую душу его? Видели ли вы, как он был достоин всего этого?» Говоря так, и вот Бог отверст уста Петра. Говорил это и для присутствующих иудеев свое оправдание. Так как ему предстояло вести с ними речь, то он наперед представляет как бы оправдание. Что же, разве прежде этого Бог был лицеприятен? Да не будет. Он и прежде был таков, как об этом пишет апостол Павел. Всякий, боящийся Бога и делающий правду, приятен ему. Когда язычники, не имея закона, делают по закону, то творят правду законную. Здесь Петр преподает и учения, и правила жизни. Если Бог не презрел волхвов, и эфиоплянина, и разбойника, и блудницу, то без сомнения тем более не презри делающих правду и желающих веровать. Почему же бывают люди и кроткие, и однако не хотят веровать? Вот сам ты и сказал причину, потому что не хотят. С другой стороны, добрым он называет здесь не кроткого, но делающего правду, то есть благоугодного Богу во всем. Каковым человек бывает тогда, когда имеет надлежащий страх Божий? Такого знает один Бог, смотри, как это бывает приятен. Как скоро он услышал, то и повиновался. И теперь, скажешь, повиновался бы всякий, кто бы то ни был, если бы явился ангел. Но нынешние знамения гораздо больше тех, и однако многие не веруют. Затем Петр начинает учение, наблюдая достоинства иудеев. Бог послал слово сынам Израилевым. Во-первых, говорит о господстве его, и весьма возвышенно, как и следовало. Потому что имел перед собой душу, которая уже сделалась высокой и с горячностью принимала все, что сказанное им было. Потом, чтобы показать, как он есть Господь, всех присовокупляет, который послал слово благовестие. То есть призывая на благое, а не возвещая суд. 220. Здесь он показывает, что Христос был послан от Бога прежде к иудеям. Затем доказывает это тем, что он совершил во все иудеи. Сначала сказал об его делах, а потом решается сказать об его отечестве, Иисусу из-за завета. Он знал, что это отечество служило соблазном. Затем снова приводит доказательства, чтобы кто не сказал, откуда это видно. Присовокупляет. Который, придя, благовествовал, исцеляя, вместе с добрыми делами, которые он совершил, показывает, что велика была и сила его. Она должна быть могущественной и великой, если побеждает дьявола. Приводит и причину, и Бог был с ним. Потому иудеи говорили так, мы знаем, что от Бога пришел ты, учитель, ибо никто не может творить таких знамений, если не будет с ним Бог. Потом, когда доказал, что он был послан от Бога, тогда уже и говорит, что он был умершлен, чтобы ты не подумал о нем чего-либо недостойного. Видишь ли, как они никогда не скрывали о кресте, но, между прочим, упоминали и об образе распятия. Смотри, чем он доказывает воскресение? Почему же по воскресению Христос не совершил никакого знамения, а ел и пил? Потому что воскресение само по себе было великим знамением. А для доказательства подлинности его ничто не может быть больше того, что он ел и пил засвидетельствовать, говорит. Здесь он внушает и страх, чтобы они не могли оправдываться неведением. И не сказал, что он есть Сын Божий, но что особенно могло устрашить их, что он есть, нареченный от Бога судья живых и мертвых. Затем приводит сильные доказательства от пророков, потому что они были и в великой славе. Внушив страх, представляет потом прощение грехов, говоря не от себя, но от лица пророков. Страшный, говорит, от себя, а приятный от лица пророков. Вы, которые получили это прощение, которые удостоились веры, постарайтесь, умоляю вас, познавши величие дара, не оскорбить благодетели. Но для того мы получили прощение, чтобы... Не для того получили мы прощение, чтобы сделать себя худшими, но чтобы быть гораздо лучшими и совершеннейшими. Итак, пусть никто не говорит, будто Бог есть виновник наших грехов, потому что не подверг нас наказанию и мучению. Скажи мне, если бы какой начальник, имея в руках своих убийц, отпустил его, то может ли он считаться виновником последующих убийств? Нисколько. Как же мы сами, дерзая нечестивыми устами своими, оскорблять Бога, не боимся и не трепещем? И чего не скажут? Чего не произнесут? Он сам, говорят, попустил им. Надлежало наказать их, если они достойны того, не раздавать им почести, венцов и преимуществ, а подвергнуть наказанию и мучению. Не делая с ними ничего такого, но вместо того удостаивая их почести, он и делает их такими? Нет. Прошу и умоляю, пусть никто не произносит о нас такого отзыва. Лучше тысячи раз быть зарытым в землю, нежели допустить, чтобы о Боге говорили так из-за нас. Иудеи говорили ему, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя сам. Ищи, если ты сын Божий, сойди с креста. Но то богохульнее этого. И так, чтобы из-за нас не могли называть его виновником зла, и чтобы за это самое богохульство нам не подпасть наказанию, так как из-за вас хулится он в народах, постараемся, чтобы говорили противное, проводя жизнь достойно призывающего и приступая к крещению сыноположения. Поистине, велика сила крещения. Она совершенно изменяет сподобившегося этого дара, и люди через него перестают быть теми же людьми. Пусть же Елен уверует, что велика сила Духа, потому что она преобразовала, потому что пересоздала. А? Зачем ты ожидаешь последнего издыхания, как беглый раб, как злодей, как будто не обязанный жить для Бога? Зачем ведешь себя по отношению к Нему, как бы к какому жестокому и бесчеловечному властелину? Что может быть холоднее, что жалче принимающих крещение в такое время? Бог сделал тебя другом и удостоил всех благ, чтобы и ты со своей стороны явил дела друга. Скажи мне, если бы ты причинил кому-либо великие обилия, оскорбления, и после множества соделанных ему неприятностей впал в руки обиженного, а он вместо того почтил бы тебя, сделал бы соучастником всех своих благ, за самые обилия нанесенные ему венчал бы тебя между другими друзьями своими, и сказал бы, что считает тебя за родного сына, и потом внезапно умер. Не почел ли бы ты этого потерю? Не сказал ли бы, я желал бы видеть его живым, чтобы воздать ему должное, чтобы возблагодарить его, чтобы не оказаться недостойным перед благодетелем? Так поступаешь по отношению к человеку. А по отношению к Богу почему стараешься устроить так, чтобы не воздать благодетелю за столь великие дары? Нет. Ты тогда и приступи, когда можешь воздать ему со своей стороны. Зачем ты убегаешь? Так скажешь, я не могу соблюсти заповеди. Но разве Бог заповедовал невозможное? Оттого и извратилось все, оттого и расплелилась вселенная, что никто нисколько не заботится жить по Боге. Оглашенные, питая такие мысли, не обнаруживают никакого попечения благочестивой жизни. Из крещеных одни приняли крещение в детстве, другие в болезни. И так как не имели никакого усердия жить для Бога, то по выздоровлению тоже не прилагают заботы. Иные приняли в здоровом состоянии, но и они обнаруживают мало заботы. И они имели пламенное усердие, в то время впоследствии же угасили свой пламень. Разве не позволяется тебе заниматься делами? Разве я отвлекаю тебя от жены? Удерживаю тебя только от прелюбодеяния. Разве от пользования имуществом? От любостяжания только и хищения. Разве принуждаю раздать все? Только немного и по мере возможности уделять нуждающимся. Чтобы ваш избыток, говорит апостол, был в их недостаток. Но и таким образом мы не убеждаем. Разве принуждаем поститься? Запрещаем только предаваться опьянению и пресыщению. Устраняем то, что причиняет тебе бесчестие. Что и сам ты еще здесь прежде гиенно уже признаешь постыдным и ненавистным. Разве запрещаем веселиться и радоваться? Только бы это было не постыдно и не бесчестно. 222. Чего ты боишься? Чего страшишься? Чего трепещешь? Где брачная жизнь? Где доброе употребление имущества? Где умеренность в пище? Какой там повод к греху? Внешние язычники повелевают противоположно. Их слушают. Они требуют не по мере возможности, но говорят, столько-то надо бы отдать. И хотя ты ссылаешься на бедность, не отступай ты тогда. А Христос не тогда и говорит из того, что имеешь. И поставлю тебя в числе первых. Еще те говорят, если хочешь быть славным, оставь отца, мать, родных, домашних и будь при царском дворе, перенося труды, испытывая оскорбления, раболепствуя, не имея покоя, претерпевая множество неприятностей. А Христос не так. Но будь в своем доме с женой, с детьми и устраивай дела свои так, чтобы проводить жизнь спокойную и безопасную. Так скажешь. Но тот обещает богатство, а он царство, или лучше вместе с тем и богатство. Он говорит, ищите прежде царствия небесного, и все сие приложится вам. Тот обещает богатство, не в виде прибавления. А он еще нечто прежде этого. Я был самый молодой, говорит Давид, и состарился, и не видел праведника оставленным и детей упросящим хлеба. Начнем же жизнь добродетельную, положим ей начало, только приступим к ней, увидишь, сколько в ней благ. Ты не без труда совершаешь те дела, почему же с боязнью смотришь на эти? Да, скажешь, те без труда, а эти с трудом. Нет, не так. Неправда. Если следует сказать правду, то те сопряжены с гораздо большими трудностями и совершаются с большим трудом. А эти, если захотим, легко. Не будем же уклоняться, умоляю вас от божественных таинств. Не смотри на то, что прежде тебя крещеный сделался худым и лишился своего упования, и не сделался от того еще нерадивее. И между воинами мы видим одних отправляющих воинскую службу не как должно, а других отменно ревностных. Но обращаем внимание не на ленивых, а подражаем этим, исправным. Так и ты смотри на тех, которые после крещения из людей сделали с ангелами. Страшись неизвестности будущего. Смерть приходит как тать в ночи. И не просто как тать, но нападает на нас спящих и восхищает небодрствующих. Для того Бог и оставил будущее неизвестным, что по неизвестности, всегда ожидая, мы проводили жизнь добродетельно. Но Бог скажет, человеколюбив, доколе же мы будем повторять эти холодные и возбуждающие смех изречения. Я не только говорю и не перестану говорить, что Бог человеколюбив, но и скажу, что нет никого человеколюбивее и его, и что все в отношении к нам он устраивает на пользу. Не видишь ли, как многие во всяком возрасте бывают подвержены проказе? Как многие с первого возраста остаются слепыми до старости, другие подверглись слепоте впоследствии, иные живут в бедности, иные в узах, иные в рудокопнях, иные задавлены там землей, а иные погибли на войне. Дело ли это человеколюбие, скажи мне? Не мог ли бы он не допустить этого, если бы пожелал? Но он допускает. Так скажешь. Скажи же мне, отчего бывают слепые с первого возраста? Я не скажу, пока не дашь мне обещания креститься и по крещению жить благочестиво. Не следует тебе заниматься разрешением таких вопросов. Слово существует не для забавы. Если я разрешу этот вопрос, за ним последует другой. В Писании ведь бездна вопросов. Поэтому приучайтесь не изыскивать только разрешение вопросов, но и не задавать их, потому что никогда не будет конца нашим вопросам. Вот если я разрешу этот, то подам повод к бесчисленному множеству других вопросов. Научимся же лучше достигать этого, чтобы не задавать вопросов, нежели искать разрешение их. Если и разрешим, то разрешим не совершенно, а по человеческому разумению. Самое лучшее разрешение таких вопросов есть вера, то есть убеждение, что Бог устраивает все правильно, человека любиво и на пользу, и что причины этого постигнуть невозможно. Вот единственное разрешение, и другого лучше этого нет. В чем, скажи мне, состоит дело разрешения? Конечно, в том, чтобы не искать больше того, что разрешено. Но если же ты убедишься, что все управляется промыслом Божиим, одно попускающим по известной Ему причине, а другое устрояющим, то и не будешь более задавать вопросов, и получишь для себя готовое их разрешение. Но возвратимся к предмету. Итак, если ты видишь столь многих претерпевающими страдания, а это все попускает Бог, то воспользуйся здоровьем своего тела для здоровья души. Но скажи, какая мне нужда подвергаться трудам и лишениям, когда можно очиститься от всего и без труда? Прежде всего скажу, это неизвестно. Случается не только не очиститься без труда, но и отойти со всеми грехами. А если бы это и было известно, то не отрадны такие слова. Привел тебе Бог набрашенное поприще, набранное. Предложены золотые оружия. Следует взять их и действовать. А ты хочешь спастись без славы и не сделать ничего доброго. Скажи мне, если бы происходила война и сам царь присутствовал, и ты видел бы, как одни бросаются в ряды неприятелей, поражают и наносят бесчисленные раны, другие вступают в единоборство, одни бегут, другие несутся на конях и получают похвалу от царя, удивление, рукоплескание, венцы, а иные в то же время считают за лучшие не подвергаться никакой опасности, держаться позади всех и остаются в бездействии. Потом, по окончании войны, первые вызываются, награждаются великими дарами и провозглашаются, а последние остаются неизвестными даже по имени. И только лишь сохранение жизни служит им воззаянием за дела, в числе которых ты пожелал бы находиться. Хотя бы ты был каменным, хотя бы был беспечнее вещей бесчувственных и бездушных, не пожелал ли бы ты тысячи раз быть в числе первых? Так, прошу и умоляю, ведь хотя бы надлежала и пасть среди брань, не следует ли с готовностью решиться и на это? Не видишь ли, как светлые, падающие в таких войнах, хотя они умирают смертью, после которой не могут получить почести от царя? А в этой брани совсем не так. Но после нее ты непременно предстанешь со всеми ранами, которые ты сподобился. И да мы все сподобимся явить и без гонений во Христе Иисусе Господе нашим, в котором Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и пресно и во веки веков. Аминь.